Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем катать в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Nuclear Submarine Inc. Погнали! В ангар, что у нас есть? Значит, я хотел в прошлый раз кучу всего приобрести, вообще кучу-кучу-кучу всего. То есть, я хотел приобрести себе новый корпус, по-моему, если не ошибаюсь, или нет, подождите, что я хотел там приобрести? Я хотел радар приобрести, я хотел приобрести топливный бак... Ну, я много всего хотел приобрести, поэтому давайте потихоньку выдвигаться. Не знаю, сколько... Поиграем сегодня, постараемся поиграть побольше. Идет загрузка, окей. Так, сразу врубаем двигатель. Блин, я забыл совсем... А-а-а! Я забыл совсем тут же эта фигня, я сейчас врежусь, да? Или нет? Почему в этот раз не было того рифа? Это странно. Ну ладно, окей. Вот сейчас он снова появился, а раньше его не было. Ну ладно. Затапливаем, собственно, субмарину. Так, запускаем воздух. У нас с воздухом все нормально? Да, вроде бы все хорошо. Я надеюсь, я успею доплыть вот это вот досюда, чтобы у меня это, как сказать, субмаринка... Да, успел. Успел доплыть. Мне хватает, в принципе, этой штуки. Так, включаем генератор, наверное. Начинаем заряжать потихоньку батарею. Также двигатель врубим. А пока пойдем так. Можно, конечно, погрузиться было, но зачем, да? То есть, пока можно и так, в принципе, проплыть. Просто плывем дальше и не паримся ни насчет чего. Все. Приплыли, да? Да. 1,94. Да, 1,94. Вернуться на базу. 355 баксов. Это маловато, так что еще раз погнали. Так, окей. Идем. Включаем двигатель, наверное. Да, и начинаем сразу же затапливать субмарину. Давайте погрузимся поглубже. Так, у нас лодка уже не может не выдерживать, поэтому глубоко особо сильно подниматься не будем. Да, у нас уже начинаются первые протечки, так сказать. Какого фига? Вроде бы глубина-то уже нормальная была, а протекать начало... Ну, ясно, понятно. Мы сейчас вообще всплывем с такими проблемами? Там у нас очень сильные протечки идут сейчас. Давай, должно хватить сил, чтобы всплыть. Второй, пожалуйста, тоже сделайте. Ну, ладно, я хотел здесь поглубже выйти, не получилось. Придется теперь поверху двигаться опять же. Генератор включаем, двигатель включаем и просто едем вперед. Потому что тратить электроэнергию на откачку воды такое себе, сами понимаете. Ну, как обычно, будет 1 на 90 с чем-то, да? Да 1 на 95 давай. Нет, да 1 на 94. Ну, ладно. Еще раз, еще раз. Пробуем еще раз. Так, водой затапливаем. Здесь я успею. Да, вроде успею. Так, теперь воздуха, воздуха. Так, теперь воздуха. Чтобы на мину случайно не наткнуться. Можно снова водой затопить. В принципе, всплыть-то мы успеем. Все, всплываем. Давайте постараемся, знаете, как сделать в этот раз. Мы сейчас всплывем. Затем мы с вами, получается, зарядим нашу батарею с помощью генератора. Затем погрузимся на глубину и пойдем по глубине дальше. Так, все, вот это хватит. И давайте погружаться потихонечку. Буль-буль, мазафака. Немножко медленнее будем погружаться. Нам больше соточки не надо. Все, включаем двигатели. На 89 глубине идем нормально вперед. Я вижу там мину уже. Блин, они высоко достаточно. Так, стоп. Выключить двигатель. Блин, я уже не успею. Придется под ними проплывать по-любому. Фак, а у меня уже... А-а-а, все плохо. Давайте всплывать потихоньку. Или даже не потихоньку. Вот отсеки начали протекать, но в принципе выдержала лодка, на удивление. И у нас уже закончилась батарея снова. Поэтому... Включаем генератор, как обычно. Пусть зарядит нам остатки энергии. Будем погружаться на глубину? Да, почему бы нет. Как погрузимся глубоко? Я просто не знаю, насколько нам хватит. Батареи хватит, чтобы эту мину проплыть. Если да, то нормально будет. Давайте я все-таки вот так вот проплыву. Не буду рисковать. Прямо над миной проплыву, а не под ней. Вот как-то так получается. Все, давайте закачиваем воздух и поднимаемся, собственно, на самый верх. Как у меня вообще протечки образовались, но при этом ничего не сломалось. Это странно. Все, вернуться на базу. Думаю, за эту катку нам дадут больше всего золота, и мы заработаем новый рекорд. Да, смотрите-ка, 500. И того, что... Потому что средняя глубина работы двигателя 75 метров. И мы не плыли поверху, и нам за это насыпали немножко денег. Ну, кстати, на стоточку всего занимает времени гораздо больше. Мне кажется, лучше несколько раз сыграть, чем вот это вот. Давайте перейдем, собственно, сюда и посмотрим, что мы можем приобрести. Дементер нам не нужен. Вторая мировая 2300. В принципе, неплохо. Хотелось бы, конечно, глубину. Так, всевидящее око. Можно уже приобрести. Это супер-мега сонар. Донна. Это емкость батареи. Это круто, кстати. Это бы хотел я приобрести. Запас воздуха на 1300 литров. Ой, не 1300, на сколько там? 10 тысяч за 1300. Так, здесь у нас, собственно, топливная цистерна идет за два куска. И толстяк, и все остальное идет так далее. Давайте я первым делом то, что самое мне необходимое, именно батареи прикуплю. Но мне для этого нужно два куска. Поэтому погнали. Нам надо еще 500 баксов заработать. И давайте... Хотя нет, туда и обратно я пока не хочу. У меня пока нет крутой лодки. Возможно, даже лодку сначала стоит взять, потому что лодки реально не хватает. Так, сможем вообще пройти вот здесь вот между рифом и... Да, миной. Да, смогу. Фак, сейчас прямо в мину врежусь. Надеюсь, мы проплывем под ней. Да, повезло. Так, все, всплываем. У нас уже кренится лодка наша, так сказать, подлодка. Так, сейчас мы врубим себе, собственно, генератор. Загрузим, так сказать, топливо и опустимся снова на глубину. Так, все. Давайте опускаться на глубину в первую очередь. Сразу врубаем двигатель. Но не сразу, чуть-чуть попозже, так сказать. Под миной этой надо проплыть. Все, закачиваем воздух. Не надо слишком глубоко опускаться. А то начнет ломаться все. И так уже слишком глубоко находимся. Все, давайте всплывать. Включаем снова генератор. Опять заряжаем. Блин, сколько стоит генератор, который будет работать под водой? Так, давайте мы закачаем опять воду. В воду закачаем? В воду, да. В воду закачаем. И поплывем. Да, блин, давай плыви, я сейчас на мины упаду. Надеюсь, я сейчас под мину не заеду по инерции. Все, давайте всплываем. Мы, в принципе, приехали. Можно возвращаться на базу. Я думаю, 500 баксов нам отвалят за это. Да, 500 баксов. Ровно 500. Окей, в ангар, пожалуйста. Я хотел бы себе приобрести новую батарею. Да, дом нам. Давайте сюда. Да, новая батарея. Офигеть, ваше высочество. Но это уже слишком много. Столько мы вряд ли накопим сегодня. Также у нас еще, смотрите, в планах накопить на Вторую Мировую за 2300. На Всевидище. Не, Всевидище Ока что-то дорого. Не уверен, что мы накопим. Разве что в самом конце видоса, если получится. Так, дальше. Обязательно воздух. Дальше у нас, получается, обязательно топливные баки. Вот эту вот штуку мы купим. Может, даже две. Я не знаю точно еще. И, естественно, будет еще вот такой двигатель, как минимум. Команду. Ну, да, и команду тоже с вами, собственно, купим. Это у нас вряд ли хватит. Ну, я, знаете, я не уверен, что на сонарном хватит. Но вот то, что мы приобретем все, что стоит ниже 2000, я, наверное, так и сделаю. Так, погнали. Дойти до конца. 501, кстати, рекорд, а не 500. Я, видимо, уже когда-то больше набирал. Ну, да ладно. А давайте не сразу включать двигатель, а сначала погрузимся, а потом включим двигатель. Так, можно мне не надо слишком глубоко опускаться? Давайте работайте. Такс. Держимся не выше 100. У нас корпус просто не предназначен, иначе по-другому. Тут дурацкая хрень, придется воду откачивать, я не знаю. Двигатель, кстати, долго работает достаточно. Давайте я насосом выкачаю воду. А, да, мне надо зарядить генератор для начала. Давай, выкачивай. Тикс. Все, выключаем насос. Ну, и, в принципе, что тут делать? Тут проплыть-то можно совсем чуток. Поэтому просто давайте проплывем и... Я надеюсь, я обмину не стукнусь. Она же не слишком высоко, да? Да, вроде нормально. Все, возвращаемся на базу. У нас уже 1,82. Блин, 1,82. Что так мало? Это из-за того, что я насос, опять же, использовал, да? Еще раз тогда погнали. Значит, я хочу, чтобы погрузилась наша подлодочка поглубже. Включаем сразу эту фигню. И будем сейчас контролировать глубину, чтобы выше 100 не опускалась. Ну, так вот примерно будет у нас. Я думаю, вполне нормально. Блин, там мины еще. Придется еще чуть-чуть поглубже занырнуть, так сказать, чтобы под миной проплыть. Все, теперь можно чуть-чуть всплыть. Потому что там снизу мины. Так, хорошо. Сейчас у нас уже батарея закончится, поэтому давайте подниматься. Все, поднимаемся. Так, что теперь берем? Теперь мы берем с вами, заряжаем генератор. Ну, у нас топливо очень быстро заканчивается. Поэтому следующая, наверное, на очереди будет топливо. Либо же, блин, корпус тоже очень хочется приобрести, на самом деле. Но топливо надо. Топливо реально надо, потому что батарея не справляется. Так, так, так. С батареей топливный бак не справляется. Так, давайте мы опустимся, во-первых. Чтобы нам побольше дополнительных бабок дали. Как-то так. Где-то на 50 включаем. Так, воздух закачиваем. Нам не надо опускаться ниже 100. Так. Ну, как-то так пойдем. В принципе, нормально. Твою мать! Всплываем, всплываем. Выключите генератор, пожалуйста. Двигатель выключите, пожалуйста. Так, стой, 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 стой. Да факт, ну твою ж мать! Ладно. Я не знал, что там такая огромная хрень может быть. Ну ладно, окей. Погнали дальше. Так, вода, пожалуйста. Двигатель врубаем. Еще можно погрузиться, я думаю. Так, все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Хватит, пожалуйста. Больше не надо. Вот 97 это уже почти максимум. 98. Побольше. Пониже, точнее. Повыше. Ну, вы поняли. Сейчас мы остановимся и начнем всплывать. Все, всплываем. Что-то я воздух пустую куда-то трачу, но у меня его дохренища. То есть его сейчас на очень долго хватает. Так, заряжаем батарею первым делом. Просто ждем. 1,55 пока. Давайте идти на следующей глубине. Не знаю, 80 для начала. Но если что увидим, сразу же вырубаем двигатель. Если что-то большое впереди. Все, погнали. В воду. 86, 90 где-то так мне надо. Так, контролируем. Так, все, врубаем. Все, все-все, хватит, хватит. Все, идем дальше. Не, не, поглубже, поглубже. Так, стоять. Всплываем, пожалуй, потому что мне явно не хватит батареи, чтобы преодолеть этот айсберг. Я не знаю. Подождите-ка. А он сверху. То есть у меня варианта нет. Мне придется под ним проплывать. Но мне для этого нужно больше топлива, на самом деле. Ну ладно, возвращаемся на базу. Так, в ангар 600. Нифига себе жесткое. Так, сколько стоит топливный бак новый? По-моему, 1500 или что-то вроде того, да? Если я не ошибаюсь. 2000. Ну, еще 515 заработать и можно идти дальше. 620, кстати, мы заработали. Отличная сумма, я считаю. Погнали, собственно, затапливаем сразу же. На максимум. И затем... Сейчас, сейчас, сейчас. Все, врубаем двигатель. Начинаем так накачивать воздух. Не так сильно. Все, можно плыть. Да, врубай двигатель. Вот что, прикалываешься, что ли? Мне сейчас воздуха не хватит. Надеюсь, что хватит. Идем на 86 примерно. Нормально, я считаю, будет. Давайте чуть поглубже. 88. Терпимо пока. Все нормально. Идем дальше. 91. 2. Так это уже много. У меня уже небольшие протечки начинают образовываться. Все, всплываем. У нас топливо кончилось. Заряжаем топливный бак. Давайте попробуем проплыть в этот раз под той скалой. Я знаю, конечно, что у нас, скорее всего, не получится. Но я хочу попробовать. Просто рискнуть. Я понимаю все равно, что я так меньше заработаю. И я могу за один раз сейчас заработать сразу же на топливный бак. И потом 100% проплыть. Но мне просто интересно, возможно ли вот с данной, так сказать, штукой, с данной, так сказать, комплектацией пройти настолько глубоко. Настолько большой айсберг, так сказать. Ну не айсберг, это камень просто. Риф, скала, я не знаю, плывучий кусок. Так, можно не так глубоко. Спасибо. Что-то мне кажется, нифига мы не проплывем. Давай, давай, давай. Нет, нет, не получается, да? Да, мы уже остановились. Мы сейчас просто стукнемся обверх и все. И на этом, да? Что, подождите? Почему я-то я сквозь него только что прошел? Ладно, давайте еще раз. Ясно, с этой комплектацией пройти невозможно. Я так и думал, то есть я знал примерно. Но мне было просто интересно проверить и убедиться в этом уже на все 100%. Так, ждем. Включаем двигатель. Закачайте воздуха, пожалуйста, хоть... Твою мать, я прямо в мину пошел. Ну охренеть можно. Я забыл посмотреть на сценарий. Я не знал, что у нас столько много мин там будет. Так, и мне бы надо... Здесь вот так вот сделать. Наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прошу прощения. Сейчас всплыву повыше. Ну, вроде выдержала. Выдержала и хорошо, да? Так-с, хорошо. Сейчас у нас скорость упадет до нуля, мы всплывем. Все. Всплываем. Интересно, где балласт вообще находится? Я его не вижу даже на этой субмарине. Наверное, он по бокам находится, просто не видно. Окей. Либо снизу, так, либо сверху. Так-так-так, давайте мы зарядим первым делом генератор, да? Используя батарею нашу. Я представляю, сколько мы баксов будем зарабатывать, когда купим себе новый топливный бак. Я смогу проплыть под этой долбанной скалой, наконец-то. Так, все. Двигатель врубаем. Ой, зачем я врубил двигатель? Я же хотел опуститься сначала на глубину. А, ладно, пофигу вообще. Там вон мина стоит, не нравится она мне. Так, потихоньку не врезаться. Все, я думаю, нормально. Не буду слишком близко проплывать, рисковать. Лучше заберу деньги. А именно, 542 монеты. Так, вернемся в ангар и, наконец-то, купим себе то, что я хотел купить. А именно, топливный бак. Топливный бак, это у нас на 2000 стоит, окей. Теперь следующее, что мы будем с вами приобретать, это, скорее всего... Так, что эта штука делает? А, типа просто ускоряет. Но меня пока интересует. Меня пока интересует вторая мировая. Так что будем копить сейчас 2300 на вторую мировую. Погнали. В море. Дойти до конца. Так, заливаем сразу же воду. На Максон. Так. Врубаем двигатель. Все, воздух начинаем закачивать. Нам ниже 90 не опускаться желательно. Вот, видите, если я уже ниже 90 опускаюсь, уже начинаются протечки. Хотя, по сути, лодка может выдерживать 100 метров глубины. Я боялся, поэтому отключил двигатель. У нас небольшие проблемы. Мы тонем. А, боже мой, а. Ну, какого черта, а? Попала на мину. Она просто упустилась, потому что у меня все залило нафиг при 90 метрах. Ну, почему? Ну, какого? Ну, смотрите. Вот сейчас я вам покажу, собственно, один прикол. Мы перейдем сюда. Глубь. Рекомендуемая предельная глубина погружения 100 метров. Я на 90 погрузился. Все, все отсеки затопило. Я даже сотку не переваливал. Ну, или переваливал, но сразу же все отсеки мгновенно. Как будто, блин, я не знаю, там какая-то дичь произошла. Ладно, окей, че. Не понимаю, как это работает, конечно. Рекомендуемая глубина 100 метров, конечно. 90 уже полная жопа. Все, не будем. Вот, смотрите, 97. Иду нормально, то есть как по инструкции. Так, 98 это уже не очень хорошо. Так, сейчас бы обмину не стукнуться. Я думаю, все, можно подниматься уже потихоньку. Зарядим генератор топливом. Батарею в смысле. Ждем. Все, я думаю, этого хватит. Точно перемахнем через тот айсберг. Если, конечно, там не будет каких-то новых приколов. Поэтому давайте пока загружаться. Погружаться, в смысле. Так. Включаем. Начнем потихоньку регулировать глубину погружения. Твою мать, там мина надо всплывать. Вот опять же 80 метров было. Какого фига все начало ломаться? Да я понял, расслабься. Все, давайте всплывать. Да чините вы, чините. Чего вы паритесь-то? Теперь уже не поплаваешь на глубине, потому что всплываем долго. Давайте просто проплывем на двигателе. Я не знаю, сколько сможем. Надеюсь, мины нас не заденет. Еле-еле как-то прошли, но окей. Врубаем еще генератор. Ну и пойдем вот по такой глубине, то есть по нулевой практически. Не хочу особо сильно рисковать. И тратить энергию на выкачку воды тоже не особо хочется. Все, мы прошли. У нас с вами закончилось топливо. Можно подождать, когда у нас скорость упадет. Итого 3,74 километра. Я считаю, достаточно неплохо. Вернуться на базу. 918! Это я понимаю. Так, отлично. Загружаем воду. Опускаемся на самое дно. Мы сошли на дно. Мы зажгли огни. Ниже 90 не плывем. 85 примерно наша глубина. Включите двигатель, пожалуйста. Вообще-то тут не бесконечный воздух у нас. Ровно, причем держим 87. Я прям идеально остановился. Ни плюс, ни минус. Знаете, такое жесткое. Пока идем, в принципе, нормально. Мне нравится 87 глубина. Я не хочу ни увеличивать, ни уменьшать ее. Знаете, вот будет не очень, если сейчас у нас батарея кончится прям под миной. И мы всплыть не сможем. По-моему, так оно и произошло, да? Да, так оно и произошло. Ясно, понятно. Вот так вот игра надо мной издевается. Ну ладно, дубль какой-то там, я уже не знаю какой. Так, на 50 включаем двигатель и начинаем выравнивать глубину. 83. Пойдет. 84 пойдет. Так, надо поглубже, чуть погрузиться ненадолго, буквально, чтобы под миной проехать. Надеюсь, сейчас опять этого же не произойдет, да? 85. Все, 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 все. Всплываем. Нет уже энергии. Всплываем. Включаем генератор. Там мина противная, непонятно на какой глубине находится. Ждем, пока зарядится батарея и поплывем дальше. Все, готово. Загружаем водой нашу субмаринку. На 50 делаем и начинаю выравнивать глубину теперь. Так, ну, так вот будет нормально, я думаю. Меня, в принципе, 85 устраивает. Но здесь надо будет погрузиться сейчас чуть-чуть поглубже. 90 не хочу, но вот 89 где-то тогда можно. Вот где-то так пойдем пока. Все, у нас кончилось, да? Как я понял, опять же. Топливо. Не топливо, батарея. Поэтому давайте всплывать, потом снова опустимся на 80 и пойдем дальше. Текс. Так, заряжаем, собственно, остатки нашего топлива в батарею. Топлива хватает больше, чем емкость батареи, кстати. Да. Все, давайте загружаем воду. Ну, здесь у нас электроэнергии мало, поэтому можно не включать двигатель, когда только на 50 погрузимся, можно будет его включить попозже. Все, вот теперь включаем его. Какого фига? Только не говорите, что я сейчас врежусь в мину. Ну, твою мать, ну какого черта просто? Почему эта штука? На 80 в глубине образовалась протечка. Почему? Почему? Просто я не понимаю. Не было даже 90, вы понимаете? Рекомендую. Вот средняя глубина 83 метра. Это понятно как бы. Какого черта? Почему это так работает? Написано рекомендуемая сотка. Максимальная. Но при этом протечка образовалась, огромная протечка образовалась, я не знаю, там вот мгновенно практически. Так, что я хотел там купить, я уже забыл. У нас максимальный топливный бак. Воздух 1300 мне пока не особо на самом деле нужен. Мне его хватает пока еще. Так, я хотел вторую мировую купить, да. Но мне сейчас совсем не хватает. Погнали в море. Давайте туда и обратно сыграем, там добьем оставшиеся денежки, я думаю. Так, давайте-ка мы сразу воду закачаем. Такс. 125 хочу. Все, 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 все. На максимум. Чините, чините. Два отсека уже затапливается. Но я думаю, мне воздуха хватит, чтобы всплыть. Два отсека меня же на дно не потянут, ведь так, да? Можно отсос, насос врубить, отсос. Давайте здесь еще почините, пожалуйста. Все, в принципе, всплыли. Можно возвращаться на базу и приобретать то, что мы и хотим. 68 баксов, что так мало? Все, наконец-то задолбался уже. Вторая мировая. 200 метров погружения. Вот это я понимаю. Она, кстати, выглядит даже по-другому. Она не пушки еще есть. Окей. Дойти до конца. 200 метров! 200 метров! Охренеть на самом деле. Давайте загрузим воду. Теперь можно опуститься и поглубже. Так. Так. Поехали. Вот это я понимаю, да? 180 просто. 180. Спокойно держит. Так, нормально все. И 190 держит. Так. Просто плывем, не паримся. Так, у нас закончилось вроде бы это, как его называется-то? Генераторы, короче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воздух-то как выжирается сильно. Я переэто... Блин, а всплывать-то долго? Твою мать, я не успею же. Или успею? Изи! Окей. Не знаю, почему так много воздуха. Видимо, из-за того, что субмарина больше, больше воздуха и тратится на нее. Это странно. Ну ладно, тогда следующий купим воздух, наверное. Воздуха уже не хватает, чтобы всплывать. А пока давайте мы загрузим еще подлодочку нашу. Водой, так сказать. Врубаем двигло. Блин, я забыл кое-что. Да-да, врубаем двигло. Я забыл зарядить главным топливом батарею. И такой, да, поехали, че нет. Окей. Да, очень много воздуха теперь уходит на балластные цистерны. Из-за того, что лодка стала больше. Давайте врубим генератор. Надо воздух. Реально, надо воздух. Стоп. Очень медленно, кстати, закачивается насосом. Надо будет и насос себе купить новый. Все в таком духе. Так, закачиваем на максимум для начала. Затем погружаемся. На соточки, я думаю, врублю уже двигатель. Погнали. Так, немножко воды. Спустим. 150, 160, 170. Мне, в принципе, нормально будет. Все, проплываем под этой хренью огромной. Там мину видно. Ниже 300 мин нету на глубине, да? Так. Мы до мины не доплывем, я надеюсь. Так, давайте я воздуха закачаю обратно. Блин, как же много воздуха выжирает. 100% надо воздух брать. Да, мы всплываем уже, расслабься. Так, вот и воздух есть. Так, заряжаем сразу генератором нашу батарею. Я надеюсь, мне хватит топлива, точнее, зарядов батареи, чтобы проплыть под миной. Почти полбака. Так, закачиваем воду. Опускаемся, как обычно, на 170, где-то так примерно. То есть, первую соточку мы опускаемся, не трогая воздух. Потом начинаем потихоньку его закачивать. Вот так вот закачиваем сначала. Ждем 150 и закачиваем вот еще вот так. Ждем 170, врубаем двигло. Ну и все. И плывем примерно под такой темой. Так, воздуха закачиваем побольше, потому что там мина. Твою мать, сейчас опять случится то, что было в прошлый раз, серьезно. Я прямо под миной, вот прямо под миной. И ничего не могу с этим сделать. Игра, ты надо мной просто издеваешься. Мне придется сейчас просто умереть. Ну а что я мог сделать в данной ситуации? Ничего, всего 600 баксов, что я могу поделать? Не дают мне пройти максимальную дистанцию, потому что постоянно ставят мины прямо надо мной, когда у меня заканчивается электроэнергия. Ну твою мать. Ой, ладно. Не знаю, какой уже это дубль, но погнали. Какого фига протекать начало на 180? Всплываем, что поделать. Блин, еще мины там так неприятно стоят. Я сейчас в одну из них врежусь. Из-за того, что у меня протечка. Да, так оно и есть. Господи, эти мины меня уже начинают бесить, серьезно. Господи, как же это раздражает. Вы просто не представляете себе. Почему она опять протекать начала? 180 же было максимум. Так, ладно. На соточки врубаем двигло. Все, врубаем двигатель. Спускаем немножечко сюда. Вот так, стоп, выше, 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 выше. Не успею, да? Нет, успел. Погружение снова идем. Мне уже воздуха не хватит. Надо всплывать. Да, я понял, надо всплывать. Слишком много раз погружался и всплывал. Воздуха не хватит на такую тему. Заряжаем батарею тогда. Так, все, погружаемся. Не понимаю, почему генератор не работает под водой. Это очень странно как-то. Он должен же работать. Все, врубаем двигло. Закачиваем воду. Точнее, воздух. Закачиваем еще воздух. 150, короче. Это хотя бы безопасно, да? На-на-на-на. Так, стоп, 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 стоп. Там мина. Чуть повыше надо взять. Поднимаемся. Блин, опять воздуха мало. Вы что, издеваетесь? Воздух надо срочно брать. Сейчас вот закончим. Сразу же воздух возьму. Заряжаем. Так, закидываем воды в подлодку. На максончик, пожалуйста. Врубаем двигло на соточки. И слишком глубоко тоже погружаться не надо. Там мина у нас, видите, да? Ты со мной так не поступишь снова. Игра. Я опять вот сейчас поплыву, да? И окажусь точно под миной, когда у меня батарея кончится. Это я вам точно говорю. Вот это прям 100%. Так что давайте мы сделаем вот так вот. Проплывем над миной. Стоп, 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 стоп. Вернуться! Отлично, я успел, да? Я там, по-моему, успел вернуться в самый последний момент. Так, 10 тысяч литров покупаю. А у меня было 5 тысяч литров. То есть два раза больше. Ну вот это уже другой разговор. Этого нам хватит надолго. Так, что у нас есть? Ваше величество. Так, это уже неинтересно. Всевидящая ОК, это неинтересно. Что еще можно купить? Так, курск тоже нет. Я думаю, знаете, что мы купим с вами еще сегодня? Топливо у нас все на максимуме. Так, генератор хочу. Причем даже два можно будет купить. Все, четыре. Толстяк. Так, а что сначала купим? То есть у нас еще три покупки есть, которые мы можем с вами завершить. Это сегодня. Это... Это вот команда за 1300, в принципе. Это генератор АИД. Шустрый двигатель. И это ядерный генератор, собственно. Ага, ага. Да-да-да-да. Угу. У него мощность ниже, чем у этого двигателя. Но он может работать на глубине. Ага. Окей, окей. Я понял тебя. Игра. Погнали в море. Дойти до конца. Ну, теперь-то кислорода хотя бы будет хватать, да? Погружаемся мгновенно. Буль-буль, мазафака. Так, заводим подлодку. Чтобы на мину не напороться, которая прям под нами почему-то делает что-то. Так, всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Это слишком много, глубоко. 170 максимум. Я не знаю, там... Давайте побольше воздуха загрузим, чтобы на эту мину тоже не напороться. Твою мать! Всё, всплываем Да, воздуха теперь хватает Это зашибись Я вот думаю, что первым купить Генератор, либо же батарею, либо же Ой, фото-генератор, либо же двигатель Двигло бы хотелось, конечно, новое Чтобы побольше бабла сразу же зашибать Было бы очень круто А генератор, ну в принципе, да, он будет быстрее закачивать Возможно, даже будет больше энергии давать, чем У нас есть Поэтому даже не знаю, что приобрести В первую очередь Выключаем Закачиваем воду Надо было заранее закачивать Пока заряжалась там Ждём соточки Примерно В соточке включаем двигло Всё, погнали Начинаем потихоньку балансировать 150 будет наша глубина Не хочу опасно, знаете Более высокую глубину поддерживать В принципе, 150, там 160, 170 Где-то так Не больше 170 Желательно, конечно 155 ровно идём пока Игра, ты же со мной так не поступишь, да? О, неужели идеально Прям между двух мин встали Если да, то это будет прям шикос Все хорошо Окей Можно я закачаю ещё немного топлива, спасибо Отлично, погружаемся на дно Я от греха подальше чуть-чуть оббуксую в ту сторону от этой мины Потому что Зараза, господи, какая же ты быстрая Так, ладно Идём дальше Окей, заново Блин, ну такой был хороший катка Вот сейчас был бы Сейчас было бы дохренища бабла Ну серьёзно А взял просто слил К чисту я не знаю Выигрышная вообще ситуация была Соточка Включаем Воздух. Нифига себе, как мина глубоко стоит. Вы видите эту тему? Мне надо пройти просто под этими минами. Поэтому я так глубоко спустился. Хорошо, что, блин, не накренилось там ничего. Наверное, из-за давления в основном. То есть, если слишком резко погружаешься, то из-за давления, возможно, и не хватает обычно. Я здесь специально, на самом деле, остановился. То есть, не стал всю батарею выжигать полностью, потому что мы бы тогда остановились точно под второй миной. Я захотел, чтобы встать между ними, и чтобы мы могли нормально всплыть сейчас. Поэтому всплываем. Сразу же заряжаем, так сказать, нашу батарею. Я учусь, да? Надо еще сонарами пользоваться, вот так переключать их. Но, блин, мне кажется, мелкие все-таки слишком. Я лучше привыкну к вот этому, к нормальному сонару. И буду уже нормально с помощью него, собственно, только разбираться, не используя маленький, потому что... Да хватит, господи! Немножко топлива в никуда спустил. Загружаем полный бак. Мины, кстати, не глубоко эти вот стоят. Все, врубаем двигло. А там уже слишком глубоко. Мне туда уже не погрузиться. Вот где-то так пойдет, я думаю. 172 метра, мне кажется, идеально. Чуть-чуть повыше, потому что я боюсь вот эту минус все-таки. Все, всплываем. Надеюсь, сверху ничего не будет. Ни айсберга там никакого, ни какой-нибудь дичи. Вот эта мина мне не нравится. Вот сто процентов, я остановлюсь точно под ней. Включаем генератор, ждем, когда он зарядится. Бла-бла-бла. А, я знаю, зачем мне нужен новый генератор. Мне нужен новый генератор, чтобы... Не, я успею под ней проплыть. Мне хватит электроэнергии, чтобы как раз только под ней проплыть. Все, всплываем и возвращаемся на базу. Я думаю, сейчас нам неплохо так отсыпят. Это, конечно, не рекорд будет, скорее всего, но отсыпать должен неплохо, потому что я все-таки достаточно сверху проплыл в конце пути. Надо было погружаться, я просто не был уверен, что я проплыву эту мину. Все, возвращаемся на базу. Нет, смотрите-ка, 1231, новый рекорд. 141 все-таки метра, средняя глубина работы двигателей, поэтому давайте вернемся в ангар. У нас с вами есть 2500, как-то так, да. Итак, что мы купим с вами? 1100 здесь, а здесь стоит 1750. То есть, мы можем либо вот эту штуку сейчас купить, некуда спешить. Довольно шустрый двигатель, 50 километров, но расход очень выше. Поэтому я, наверное, двигло сначала куплю. Давайте мы перейдем с вами в двигатели. Где они у нас? Вот они у нас. Толстяк. Давайте его приобретаем. Стирлинг следующий купим, наверное. Давайте еще один двигатель купим следующим, да. Уже после этого купим себе вот это вот Аида. А сейчас погнали в море на одну каточку, чисто заработать себе на новый двигатель. Ну, у нас уже новый двигатель. То есть, отлично все идет, на самом деле. Так, воду. В воду закачиваем, так сказать. 150 метров нам нужно где-то примерно. Врубаем двигло. Я говорю, врубаем двигло. И дайте я уже закачаю этого воздуха немножко. Можно даже поглубже, чем 150 на самом деле иметь. Все, больше не надо. 170 это прям край для меня. Так, останавливаемся. Всю батарею не израсходуем, потому что опять же мина. Я учусь. Я больше не хочу всплывать под минами на самом деле, потому что я бы остановился точно под миной. Опять. То есть, как вы видите, да, сколько у меня батареи осталось. Либо восстановился под одной миной, либо по второй, если бы доплыл дальше. Между ними очень маленькое расстояние, поэтому вряд ли бы я смог его преодолеть. Итак, значит, заряжаем генератором. Также давайте мы пока у нас заряжается, чуть-чуть воды зальем, так сказать. Не до погружения, но чтобы была. Вот как-то так. Ой, я опять топливо прожигаю. Забыл совсем, что у меня новый двигатель, и что он очень быстро заряжает. Окей. Здесь придется пораньше включить. Потому что бы не упасть вот на эту мину. Угу. 145 есть. 150, 155. Все. Слишком много уже. 170. Загружаем воздух. Опять пришлось остановить, да, из-за мины. Как вы, я думаю, поняли. И я, наверное, сейчас вернусь. Я дальше не поплыву, наверное. То есть у меня совсем чуть-чуть топлива осталось. То есть даже если я сейчас его заряжу, как вы видите, очень мало энергии мы получим. Хотя давайте, давайте проплывем все-таки. Погрузимся на 170, и тогда поплывем. Угу. Начинаем потихоньку закачивать воду. 140, 140, 50. Врубаем двигло. Примерно 170. Угу. Все. Кончилась у нас батарея, поэтому просто всплываем и возвращаемся на базу. Как-то так. Так, в принципе, каточка удачная. Возможно, даже новый рекорд, потому что я старался плыть на глубине 170 метров. Прошлая была у нас, по-моему, 140 средняя. Здесь должна быть 170 средняя глубина, поэтому... Нет, смотрите, 157. Видимо, они еще учитывают вот эти вот обходы мои небольшие мин. Так, окей. 1146. Это, кстати, меньше глубина. Ой, то есть меньше, меньше рекорд, чем у нас есть, из-за того, что я топливо немного сжег в никуда. Так, в ангар. Еще раз в ангар, конечно. Нам надо купить новый двигатель. Так, а сколько он потребляет топлива? Еще больше потребляет, но при этом имеет маленькую мощность. Мучительная смерть. Давайте двигатель. Купим новый. А я могу их менять, допустим? Могу другой взять? Нет, не могу. Ну ладно, в принципе, я думаю, нам осталось накопить только на Аида и на новички-курсанты сегодня. Ну, не новички, просто курсанты. Погнали. 4 4 июля. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Устранение аварии. Окей, я понял. Тут типа какие-то интересные факты. Стерлинг. Кислород. Че? Че? Зачем кислород? Он еще и кислород расходует. Охренеть можно. Вот какой божественный двигатель, конечно. Благо, у меня кислорода дофига сейчас. Ну как дофига? Не то чтобы дофига, но так нормально. Так, так, так. Можно так глубоко не погружаться. Спасибо большое. 170 это наш критический максимум. Ясно, понятно. Дурацкая мина. Именно на той глубине, в которой я плыву. Блин, офигеть. Я ее видел, да. Я специально остановил двигатель. Думал, не врежусь. Но, блин, у меня сейчас более мощный двигатель. И он как бы меня притащил. Дубль 2. Долбаные миной. Серьезно просто. Так, не надо так яро всплывать. Блин, опять вот я иду на глубине, да. И там, короче, вот это вот. Ну ты будешь врубаться. Уже третий раз нажимаю на двигатель. Задолбали уже. Опять мина. На нужной мне глубине. Все, погружаемся. Сейчас кислорода, кстати, будет не хватать, если мы не будем всплывать. А, у него свой собственный кислород. Ясно, понятно. Это вот говорят, типа, что он может... Твою мать, 200 градусов! Глубина 200. У нас почти полная батарея тем временем. Так, пока что красиво идем, на самом деле. Я начну всплывать, потому что воздух заканчивается. Но вроде бы его хватает. То есть даже с учетом того, что я подзаряжаюсь и иду именно под водой все это время, мне воздуха все равно хватает. Так, двигатель включите, пожалуйста. А, да, подождите-ка. Надо сначала стерлинг зарядить. В смысле, он не работает вообще? Очень смешно, конечно, блин, но у меня двигатель сдох. Что, простите, почему он на поверхности-то не работает? Ладно, окей, вернуться на базу. В ангар. Что, нам хватает уже на новые штуки-дрюки? Так, 1600. Это мне не интересует. Меня вот это вот интересует. Более быстрый двигатель. Погнали. Так, последнее, что осталось купить нам, это новую команду, по-моему. Да, больше у нас все остальное куплено. Да, здесь 8000, слишком дорого. Здесь 8000, слишком дорого. Здесь курсанты за 1300. Здесь 7 кусков. Здесь 6 кусков. Здесь 8 кусков. Здесь у нас 6 кусков. Здесь у нас 8 кусков. Здесь у нас 8 кусков. Здесь у нас все куплено. И, естественно, что здесь тоже у нас 8 кусков. То есть, единственное, что осталось, это приобрести себе команду. И, я думаю, это будет сейчас у нас последняя каточка. Либо одна из последних каточек. То есть, одну-две где-то нам нужно сыграть, чтобы побить свой рекорд. Погнали. Сейчас увидим. У нас новая скорость должна быть очень жесткая. Надо будет мне еще привыкать очень долго. Что это такое? А, я могу регулировать скорость. Нифига себе жесткая. Давайте я. Максимально. Какое нафиг это? Зачем вообще-то регулятор нужен? Хе-хе-хе. Погружаемся где-то на 150, 160, 170. Врубаем двигло. Вот это ускорение. Вот это я понимаю. Ну, здесь уже выражирает топливо, наверное, как бешеный. Твою мать! Что это? Можно не так быстро? Нихрена себе просто. Ааа, хватит установить эту штуку. Это было страшно. Хе-хе-хе. Он, видимо, чем работает круче, тем быстрее выжирает этот, как его. Вы поняли. Тут даже финал есть. Видите, там флажок? То есть тут можно пройти эту всю дистанцию. Давайте мы вернемся с вами на базу. И еще один разик. Последний, наверное. Давайте я тогда сделаю поменьше там скорости. Не знаю, какую-нибудь. Так, закачиваем воду. А если, кстати, я буду меньше скорости регулировать, то... Так, осторожно. Слишком глубоко. То он будет так же сильно выжирать мне топливо или нет? Так, аккуратно. Или он все-таки, так сказать, расходует экономно его? Вроде бы нет. Вроде бы он так же выжирает его. Давайте, как пуля. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Поехали дальше. То есть ему надо на максимальной скорости ехать. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Потому что он расходует столько же топлива, даже если работает на пол мощности. Ладно, поняли. Возвращаемся на базу. Видите, очень мало денег получили. Надо всегда на максимальной скорости на нем ездить. Но, блин, так маневрировать им, это просто капец, конечно. 2300 у нас есть, поэтому можем приобрести с вами курсантов. Ремонт средней скоростью. Это будет быстрый ремонт, да. Вроде бы все, что было, мы приобрели. Самое такое недорогое. Выполнили план, который я хотел выполнить до этого. Следующее, я думаю, мы купим с вами Сонар обязательно новый, потому что сейчас он реально уже пригождается. Желательно купить новую подлодку, потому что она уже погружается на 350 метров, а на 300 метров уже нету мин, как нам говорят. То есть мы можем погрузиться на 300 метров и дальше спокойно, так сказать, жить. А на этом с вами был Ник. Большое спасибо вам за просмотр. Удачи, до скорых встреч. Еще увидимся. Пока-пока.